Всем привет, я Кристина. Это мой канал о вязании. Добро пожаловать в мой новый вязальный влог. Как вы могли заметить, в этот четверг влог не вышел. Он выходит сегодня в субботу. И я бы хотела сделать в самом начале такое небольшое отступление, которое будет касаться графика выхода моих всех последующих влогов, видео какого-то другого формата. Это уже долгое количество времени, наверное, с весны начиная, влоги на моем канале выходили стабильно по четвергам в 16.00. Но, к сожалению, сейчас в связи с проблемами с загрузкой материала на YouTube возникают у меня сложности определенные технического характера с выгрузкой влогов, поскольку я работаю, и раньше у меня не возникало проблем в том, чтобы, находясь на работе, загрузить на канал через мобильный интернет влог, и он вполне себе спокойно загружался. Сейчас в условиях работы у меня, к сожалению, отсутствует техническая возможность загрузить влог на канал на YouTube, поскольку у меня там нет Wi-Fi. С мобильным интернетом, к сожалению, телефон мне предлагает ждать 260 часов, а то и больше, пока видео выгрузится на канал. Конечно же, такой вариант развития событий меня не очень устраивает, поэтому я приняла решение немножко перенести выход видео на выходные. Я пока не решила, это будет на постоянной основе суббота либо воскресенье, а вот сейчас, на этой неделе, я хочу выпустить влог в субботу. Я надеюсь все-таки, что я вас не обманула, и он выйдет в субботу у меня. Я успею его смонтировать и выгрузить. А в дальнейшем я посмотрю по своей занятости, по тому, как мне будет удобно проводить съемки, монтаж и, соответственно, ставить влог на выгрузку. На всех остальных платформах, это Дзен и ВКонтакте, влог будет выходить, скорее всего, на следующий день. То есть, если на Ютубе в субботу, значит, на Дзене и ВКонтакте в воскресенье. Вот, это что касается таких технических организационных моментов. И давайте приступим к просмотру этого влога, посмотрим, что я делала на этой неделе. У меня достаточно хорошие продвижения по моим процессам, как по плечевым, так и по носочным. Я не знаю еще, в какой момент этого влога я вставлю вам видео отрезки, как на мне смотрятся мои готовые гольфы. Потому что я довязала свои гольфы и могу их с чистой совестью носить. Все, наверное, да, что касается вступительных организационных моментов. И давайте приступать к просмотру влога. Я желаю вам приятного просмотра. Берите крючки и спицы, вооружайтесь своим хобби. Давайте продвигать свои процессы. И приятного всем просмотра. Всем привет! У меня сегодня воскресенье, 22 сентября. День осеннего равноденствия сегодня. Все, у нас осень вступает в свои права. Скоро день начнет уменьшаться. И так уже вечером очень темно. Поэтому, пока солнце совсем не спряталось, я к вам подключилась, чтобы показать, что у меня вообще происходит. Поскольку вы видите в кадре весы, это значит, что сейчас я вам буду показывать что-то готовое. Во-первых, я вам уже их показывала в качестве готовой работы. Это вот эти вот желтые носочки из пряжи ручного окрашивания Ванды Ярн, которые я вязала в подарок на Новый год для своей подруги. Они закончены полностью. Все у меня постирано. Вот буквально сегодня утром сняла с блокатора второй носок. Вот так они выглядят. Мне вообще очень нравится эта работа. Я безумно довольна результатом. Очень нравится пряжа. С ней приятно работать. Она... Я еще не перемотала остаток. Вот он у меня такой, как медузка. Вот. Но сейчас мы взвесим, сколько весят носочки. И поймем, какой у нас остаток. И на что его еще хватит. Потому что я очень хочу еще с этой пряжей поработать. И я бы какие-нибудь другие еще цвета заказала. Потому что она очень мягкая. Хоть это и не мериносовая шерсть. Но она себя ведет так, как будто мериносовая. Потому что она шелковистая. Такая очень приятная на ощупь. Мягкая. Очень красиво выглядят резинки. Вот. Ну не знаю. Как это вот... Не во всей пряже красиво выглядят резинки. Но вот как выглядят здесь. Мне прям очень нравится. Мне безумно нравится расцветка. Вот эти крапушки. Просто потрясающе. И я вообще супер довольна. И напомню, что это мои первые носочки, которые я связала методом Magic Loop. И как вы можете видеть, все вот эти вот петли, которые по бокам образуются, выглядят просто идеально. Поэтому я очень довольна. Давайте их взвесим и узнаем, сколько же они весят. Обалдеть! 53 грамма! Что? Как могло... Чего? Просто, блин, как могло на целые носки у меня уйти 53 грамма пряжи? Они не укороченные. Ну здесь как бы не длинный, не супер длинный паглинок, но он и не укороченный. 40 рядов здесь у меня. Я как бы обычно, когда вяжу стандартные носки, я вяжу 40 рядов паглинка. Вязала на своих привычных спицах 2,5 мм. 25 рядов, не 25, 20 рядов резинки, 40 рядов паглинка, пятка бумеранг. Ну я что-то вообще в шоке. Давайте на всякий случай еще взвесим остаток. Ну да, ну либо в пасме было чуть меньше 100 грамм, либо весы врут, но как бы то на то и выходит. 53, ну да, получается как бы обалдеть, я в шоке. Что вообще происходит? Ну это мне получается еще хватит на одну полноценную пару таких носочков, но с укороченных, получается, если начать вязать от мыска, я же теперь умею вязать от носки, от мыска, и на паглинок, получается, вывязать эту пряжу в ноли, и я в шоке просто. Я реально в шоке, у меня даже слов нет, вы слышите, как я заикаюсь, потому что, ну я думала, что они, ну грамм 70 весят, но 53, это что-то вообще из области фантастики. Ну то есть теперь я, наверное, вот этот моток, я его сразу размотаю на два, и начну вязать носки от мыска. Вот, потому что мне очень нравится эта расцветка, поскольку эти носки подарочные, на себе я тоже такие хочу. Вот, вот у нас с подругой одинаковые носки, только у неё подлиннее, а у меня покороче. Так, это первое. Второе. Хотела вам показать свой прогресс по гольфам, но зачем я буду вам показывать прогресс, когда я вам могу показать, секунду, готовую работу? Вы тоже в шоке? Я тоже в шоке. Сейчас я подвину весы и постараюсь разложить эти гольфы. Вряд ли они, конечно, целиком, ну хотя может и поместятся. Вот, если вот так вот наискосок положить. Буквально сегодня утром я вот вместе с жёлтым носочком сняла их с блокатора, и я вам рада представить свои гольфы. Свои первые в жизни гольфы, которые я вязала из пряжи Lanes du Nord. Сейчас подождите секунду, я вам покажу моточек. Итак, я принесла вам моточек, чтобы показать, как выглядит эта пряжа, потому что я её вывязала в ноль. Давайте сейчас сначала про пряжу, и потом про остаточек небольшой. Итак, это пряжа Lanes du Nord Infinity Sock, которая называется. Собственно, здесь вот мы видим, как выкладывается расцветка, и именно так она у меня и выложилась. Это цвет десятый. Я выкладывала процесс вязания этих гольфов в свой телеграм-канал, если хотите тоже быть в курсе всех событий, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и также в прошлом влоге я вам показывала, что у меня был готов один гольф, и был в процессе вязания второй. Ну и собственно на этой неделе, по-моему, в пятницу, или нет, не в пятницу, но в субботу я его закончила, постирала, и вот сегодня, в воскресенье, он высох, и всё. Цвет десятый. И по характеристикам здесь 100 грамм 420 метров, 75 на 25. Потрясающая расцветка. Я очень рада, что выбрала именно её. Мне не очень нравится вот этот цвет, который на стопе, но поскольку он идёт на стопе, соответственно, его не будет видно при носке, видна будет только вот эта вот яркая полосатая часть, и как вы можете видеть, они получились просто идеально одинаковые. То есть полосочка к полосочке, петля к петле, всё, все прибавки одновременно начинаются, одновременно заканчиваются, и даже я когда закрывала, напомню, что я закрывала с накидами, чтобы у меня была эластичная резинка, даже когда я закрывала, у меня и в одном гольфе чуть-чуть я захватила ниточку, переходящую в фиолетовый цвет, и на втором носке я тоже чуть-чуть захватила ниточку, переходящую в фиолетовый цвет, Поэтому у меня просто идеально одинаковый получились гольфы, за исключением одного момента. Самые внимательные, наверное, уже могли его заметить. А говорю я вот про это место. Этот гольф я вязала первым, и вот в этом месте после голубой полоски у меня пошла вот такая вот светло-сиреневая. То есть это должно было быть фиолетового цвета, но здесь, видимо, образовался такой небольшой непрокрашенный, не до конца, точнее, прокрашенный участок. И вот такая вот сиреневая полоска образовалась. Но, опять же, вот эту часть, скорее всего, из ботинка не будет видно. Я вставлю вам в каком-либо моменте этого влога то, как эти носки смотрятся с ботинками, как я их, собственно, собираюсь носить. Точнее, не носки, а гольфы. И давайте напомню еще раз, как я их вязала. Я их вязала от мыска, набирала 8 петель методом джуди. Мэджик лупом я начинала вязать, потом выполняла 11 прибавок, пока через ряд, пока количество петель не достигло 60. Потом я перешла на свои любимые круговые спицы чагу 23 см, 2,5 мм, и продолжила вязать стопу. Вывязала пятку бумеранг. С пяткой у меня были проблемы, не конкретно с пяткой бумеранг, а изначально я вязала пятку от скуки версия 2.0. Она у меня получилась огромная, поэтому я ее распустила, не стала мучиться и что-то там выдумывать, и просто связала пятку бумеранг. Клин подъем на 4 петли. И вот пошли дальше у меня вот с того момента, как заканчивается вот эта вот розовая полоса, у меня начинаются прибавки на голень. Потом я дошла вот до максимального расширения, когда у меня было на спице 90 петель. Сделала 6 убавок по 2 убавки в ряду через ряд и потом провязала вот эту вот часть голубую без, ну какую-то часть, в общем, несколько рядов я провязала без убавок и перешла на вязание резинки 2 на 2. Вот, поэтому это то, что касается конструкции этих гольфов. Я просто безумно довольна этой работой. Я теперь хочу себе 10 гольфов еще. Сейчас я вам дальше покажу один, так сказать, процесс, который находится пока в стадии начинания. И это тоже будут гольфы. И прежде чем я начну вам про них рассказывать, давайте мы взвесим. Вот эти гольфы. И я вам покажу, что у меня осталось. Напомню, что остатки у меня хранятся вот в такой вот баночке. Но здесь прям остатки, которые вот от мотыши, все такое. И того у меня осталось вот такое количество пряжи от целого мотка. Здесь получается разделительная линия, разделительная нить белая, вон она торчит. И две фиолетовых маленьких секции, которые вот эти вот узенькие полосочки. То есть после вот этой розовой части, там еще была вот эта вот фиолетовая секция. Я не стала ее добавлять, чтобы у меня носки заканчивались на розовом цвете. Поэтому вот у меня эти две фиолетовых секции остались. И разделительная нить. Я это не выкидываю, потому что у меня есть такая безумная идея, когда у меня накопится достаточно... Здесь, видите, у меня не только остатки. Здесь у меня также, здесь, кстати, не только носочная пряжа. Это, если честно, не помню, что это за пряжа. А, вы можете навести камеру на QR-код и посмотреть. Это в подарок меня где-то уложили, не помню уже. Не только здесь у меня, точнее, есть у меня такая идея. Из носочных остатков и образцов, которые мне кладут в различные заказы. Это, кстати, тоже не носочная пряжа. Это BC Garn Bio Shetland. Сто процентная шерсть. Вот, из каких-нибудь таких образцов. Это мне клали в подарок в заказе на сайте Knit Socks, по-моему. Это, получается, ровный сок, ровничная носочка. Это реланы. Я хочу, когда я насобираю где-нибудь 75-80 грамм, хочу связать такие сумасшедшие... Ой, прошу прощения. С такие сумасшедшие... Да что такое-то, блин, простите. Сумасшедшие носки, которые просто не будут иметь между собой ничего общего, чтобы, не знаю, уходить в них дома. Но, может, даже и не дома. Потому что образ городской сумасшедший еще никто не отменял. Так, я хотела взвесить гольфы. Зачем-то взяла в руки моток. Давайте мы с вами посмотрим, сколько они весят. Вот, смотрите, они весят 96 грамм. Вы представляете? Ну, то есть практически в ноль вывезены пряжи. 96 грамм. Но они... Я бы не сказала, что они тяжелые. Они, как бы, ну, вообще не тяжелые. Вот, это что касается... Сейчас мы уберем весы. Готовый моих двух, моих готовых работ. И давайте я вам, раз уж мы начали говорить про гольф, расскажу про свой неудавшийся старт, который вчера вечером я начала. В очередной раз убедившись, что вечером ничего нельзя начинать от слова совсем. Так, у меня упали спицы, подождите. Так, я к вам возвращаюсь. Вот это вот нечто, просто то, что вы сейчас видите в кадре. Я очень сильно за это извиняюсь. Я вам сейчас напомню. Но я думаю, вы не забыли, что в прошлом влоге я вам показывала в распаковке то, что я приобрела себе два моточка носочной пряжи от Drops. Drops Fable Long Print. Цвет у меня 918. Такой красивый. Какой-то, не знаю, хвойный, лесной, морской волны. Не знаю, как его назвать. Очень мне понравилось. Никогда не пробовала носочку от Drops. Поэтому решила попробовать. И вчера, когда я закончила гольфы, я сидела вечером перед телевизором, смотрела сериал и поняла, что я что-то хочу повязать, но не хочу вязать плечевое изделие. И я поняла, что у меня нет в работе ни одного носочного процесса. Почему так произошло? Потому что свои носки, точнее не свои носки, а подарочные носки, которые я начала вязать из пряжи Alize Wall Time, я вам показывала тоже начало этого процесса в прошлом влоге, я распустила. Почему я их распустила? Потому что я набрала все-таки мало петель. И мне очень много людей под прошлым влогом написали, что при вязании из Alize Wall Time на 43 размер ноги набирают обычно 56 петель. Я набрала 48 петель, у меня изначально были сомнения, и я вчера примерила их на себя, и они даже на моей ноге сидят плотно, а на мужской ноге я даже сомневаюсь, что они бы на нее налезли. Поэтому я распустила этот процесс. Моток сейчас вам не буду тащить, он уже два раза распущенный. И я пока не начинала вязать заново, потому что я жду, пока мне придут металлические спицы, не про новый металл, я заказала 3,5 мм, потому что на бамбуке, на кловер такуме мне немного неудобно вязать, они плохо по ним скользят. Петли, в смысле. А что касается дропса, который вы можете видеть перед собой на экране уже несколько минут, в течение которых я рассказываю про совершенно другой процесс. Я вчера, когда обнаружила, что у меня нет в работе носочных процессов, побежала в комнату к своему носочному стеллажу. И первое, естественно, к чему мне потянулась рука, это к дропсу. Я взяла моточек, и я планирую из этой пряжи связать себе также гольфы, также планирую вывязать в ноль эти два мотка, то есть один гольф из одного мотка, второй гольф из второго мотка, потому что эти мотки 50-граммовые. Вот, 50, да, вот, и не вот, да, ну да, вот, 50 грамм, 205 метров, 75 на 25. Я все свои носки из пряжи метражом 420-425 метров вяжу на спицах 2,5 миллиметра. Вот они мои спицы, если кто забыл, как они выглядят. Это у нас Даблин Чиагу получается 23 сантиметра 2,5 миллиметра. Я все свои носки из такой стандартной носочной пряжи вяжу на этих спицах. Вчера вечером я начала копаться в своей косметичке и искать вот эти спицы 2,5 миллиметра, и вместо них взяла спицы нечаянно 3 миллиметра. Я начала на них вязать, отвязала полностью резинку одного носка, уже перешла на лицевую гладь на паглинок, и я вяжу и понимаю, что у меня получается как-то рыхло. И просто я решаю проверить, на каких спицах я вяжу, и понимаю, что я вяжу на тройке. Ну, естественно, как бы это меня не устроило, у меня эта ситуация, поэтому я все распустила, поэтому моток сейчас, к сожалению, выглядит вот так. Нашла правильные спицы и воткнула их в моток, чтобы ничего в следующий раз не перепутать. Ну и сегодня, вот, наверное, сейчас я закончу снимать для вас видео, и пойду, начну все-таки вязать эти гольфы, потому что очень-очень хочется поработать с этой пряжей. Я уже когда начала вязать, ой, спицы убежали, когда начала вязать, уже отвязала резинку и поняла, как круто выкладывается расцветка, как мне нравится работать с этой пряжей. Она такая пухленькая, шерстистая. Короче, первое впечатление, мне все нравится. Откладываем, значит, носочный моточек, и про носочки мы на сегодня закончили, и я вам хочу показать еще один свой новый процесс. Я не смогла удержаться и не начать вязать Бадлон Клауди из той пряжи, которую мне подарила моя зрительница Аня. Я тоже вам эту пряжу показывала в прошлом блоне. Это у нас Супер Кид Махер с акрилом, полиамидом и эластаном с 700 метров в 100 граммах. Очень классная такая мякушка. Я, знаете, если честно, всегда как-то обходила стороной вот такие цвета, потому что считала, что они мне не совсем идут. Но потом я вспомнила, что у меня вообще-то есть бобинка мусса такого цвета, которую я сама себе купила у Кати в магазине «Пряжа ваша», который находится у нас в Саратове, в Мирном переулке. И я вообще-то люблю такой цвет, и почему я его себе не покупала до этого, я ответить вам не могу на этот вопрос. И вторая бобинка – это узелковый люрекс с шишибриками. Плохо сейчас вам передается этот блеск, но я его вижу отчетливо. И я начала вязать. Но, конечно, здесь еще мало чем можно похвастаться, потому что это выглядит вот так. Но чтобы вы вообще понимали, что это такое, это я сейчас вяжу горловину своего будущего бадлона. Вот здесь у меня такие вот шишибрики на лицевой стороне проглядывают. Очень мягкое получается полотно. Он так деликатно вот этот люрекс поблескивает. В общем, очень мне нравится вязать. На чем я вяжу? Пока что, пока я вяжу горловину, я выбрала для себя спицы свои коротышки. Это не про джинджер мини, который вот 5 сантиметров идет спицы. И своя маленькая леска, ну съемная, которая не из набора, а просто отдельно я ее покупала. Потому что не хочу мэджи-клупом вязать горловину, чтобы не было у меня никаких растяжек, протяжек. Вот, поэтому пока что вяжу на джинджерах. Мне нужно ни много ни мало 60 рядов провязать горловины, потому что давайте вам еще раз вставлю на экран, как должен будет выглядеть этот бадлон. Там такая свободная горловина, она полустойка, ну такая, то есть она должна быть свободной и собираться складочками в готовом виде. В плотность я по описанию не попала. Я пересчитала плотность на свою, потому что брать спицы большего размера я не хочу, потому что это тогда будет решето. что меня устраивает именно вот такой вариант. Оно как бы и так, вот видите, светится. Не хочу брать спицы большего размера просто, поэтому пересчитала плотность и надеюсь, что у меня все получится. Так что вот этот процесс пока в такой начальной стадии. Особо ничего не понятно, но очень интересно. Так, это что касается моего нового процесса. И я вам хочу показать покупочку, новую свою пряжную. Мы вчера ходили с Максом в дом быта, который у нас находится в Мирном переулке, и в этом доме быта как раз-таки располагается магазин пряжи ваша. Ставлю, давайте, вам ссылку на телеграм-канал этого магазина и ссылку на сайт на всякий случай, где вам удобнее, там посмотрите. И, если честно, не очень хотела туда заходить, чтобы не оставить кучу денег, но все-таки пересилила мое желание, хомячее желание не тратить деньги, поэтому мы туда зашли. И прям вот сходу на первом же стеллаже я увидела эту бобинку. Что же это у нас за красота? Во-первых, меня сразу привлек цвет. Я не знаю, как его назвать. Он такой какой-то припылено-персиковый или вот какой-то такой песочный, персиково-песочный. Что-то вот он у вас на экране передается более бежевым, а в жизни он отдает более в розовинку. Я вам постараюсь как-нибудь сфоткать и вставить хотя бы фотографию или подснять видео как-то при другом освещении, потому что пока он реально у вас больше песочным передается, а он более такой пыльный лосось какой-то. Не знаю даже, как назвать этот цвет. И давайте я вам скажу, что здесь за состав. Это у нас идет милифили. И, кстати, у нас идет родной конус, потому что я забрала остаток. Он шел без отмота. Я хотела взять грамм 500, но мне сказали, что как бы все, что есть, все забирайте. Я не смогла просто оставить эту бобинку, грустить и скучать в магазине, поэтому вынуждена была спасти ее от такой участи. Это у нас милифили, кэшфайф, значит, состав 35% ПА, 30% шерсть, 30% вискоза и 5% кашемир. Так, метраж здесь, по-моему, полторы. Да, 1 дробь 15, полторы тысячи на 100 грамм. Это такая мягкая вещь. Господи, я ее когда увидела, я взяла ее в руки. Во-первых, этот цвет. Во-вторых, состав. Ну, классный состав, хороший. Если вы знакомы с этим артикулом, скажите, что вы из него вязали. Ну, понятно, что это будет что-то плечевое. Пока абсолютно не знаю, что. Просто я не могла оставить эту бобину. Я обязана была забрать ее домой. Что я, собственно, и сделала. И чему я, несказанно, рада. Просто огромное спасибо Екатерине за то, что она привозит такие классные артикулы в свой магазин и заставляет нас расставаться со своими деньгами. Но я готова была отдать за эту бобину все свои деньги, потому что, ну, реально, очень она мне понравилась. И поскольку это был остаток, она еще шла по скидке. И за 100 грамм я... Ну, да, я отдала. За 100 грамм, короче, 330 рублей. Вот. А стоила 430. Я просто супер рада, нереально счастлива. Моя коллекция бобин пополняется с какой-то бешеной скоростью. У меня некуда их ставить. Мне нужно освободить в своей комнате какое-то место, куда я смогу поставить все свои бобины. Потому что я сейчас смотрю вот так вот вокруг себя и понимаю, что мне тупо некуда поставить эту бобину. Я вам показывала в одном из прошлых влогов, что я натолкала часть бобин, даже не все бобины, затолкала в полочку в стеллаже. Но полочка маленькая, а бобины, они такие объемные, поэтому туда ничего нифига не помещается. Поэтому мне нужно найти для своих бобин какое-то другое место, пока я его не нахожу. Вот. Что? Все. Это все, чем я хотела с вами... Так вот, давайте мы будем любоваться на эту красоту. Это все, чем я хотела с вами поделить на данный момент. Хорошего всем воскресенья. Хотя этот влог вы вряд ли будете смотреть в воскресенье, но хотя вдруг кто-то его будет смотреть в воскресенье, поэтому хорошего вам воскресенья тем, кто смотрит влог именно в этот день. А я пошла... Что? Что-нибудь повяжу. Наверное. Все. Я отключаюсь. До следующего включения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет. У меня сегодня вторник, 24 сентября. Я к вам подключаюсь уже в 19.10, поэтому свет такой, какой есть, другого нет. Лампу я пока себе новую не купила, поскольку старая у меня почему-то сломалась, я ее выкинула. Не важно. Я вам сейчас быстро хочу рассказать про четыре своих проекта, которые у меня находятся в работе. Давайте начнем с носочков. Первые носочки, про которые я вам рассказывала в прошлом влоге, про то, что я собиралась вязать гольфы из пряжи Drops Fabble. И я их начала вязать, но распустила, поскольку поняла, что взяла неправильный размер спиц. Сейчас они у меня находятся вот на такой стадии. и на самом деле, когда я в прошлый раз вам говорила, что вот я приготовила спицы для вязания этих гольфов, чагу 23 см, я забыла, что, собственно, я хочу вязать гольфы, хочу вывязать этот моток в ноль, поэтому мне нужно начинать вязать носки, то есть гольфы, от мыска. Поэтому я взяла спицы Nitpro Nova Metal 2,5 мм. Мне они очень нравятся. По сочетанию цена-качество у них очень гладкая поверхность, хорошие кончики, не протыкают они палец, но одновременно они в то же время не тупые. И вот так выглядит начало моего вязания. Я уже полностью вывязала все прибавки по муску. Так же, как и в прошлых вольфах, я набирала 8 петель методом Джуди, делала прибавки до 60 петель. И, собственно, вот. У меня они пока что на такой стадии, я их пока не продолжаю дальше вязать, потому что я хочу все-таки перейти на круговые спицы Chiagoo 23 см. Но они у меня сейчас заняты, и чем же они у меня заняты, я вам сейчас как раз и покажу. По этому процессу все. И где у меня заняты спицы, они у меня заняты здесь. Это вообще супер, неожиданно может сейчас выглядеть, но я собиралась в понедельник, точнее, вечером воскресенья, я думала, какой мне моточек помимо вот этого взять на работу. И я вспомнила, что... Точнее, я не вспомнила, я помнила, что мне нужно связать энное количество носочков в подарок на Новый год тем людям, которым я запланировала связать носочки, собственно. И одни из носочков я хотела связать именно в фиолетовый, сиренево-фиолетовой гамме. И хотела их вязать вообще изначально из другой пряжи. Я хотела их вязать из пряжи Alize Artisan. Я вам давайте вставлю на экран, как выглядит та расцветка, из которой я хотела вязать. Она очень красивая, мне она супер нравится. Но я подошла к своему носочному стеллажу. Это было утро понедельника, и мне нужно было найти этот моточек, а он, как назло, оказался в самом низу, во втором, в дальнем ряду. То есть у меня там два ряда пряжи в этом стеллаже уложены, носочные. И этот моточек, он очень неудобно лежал, и у меня не было времени расковыривать весь этот стеллаж. И на меня посмотрела вот этот кейк. Это стоковая носочная пряжа из магазина Мерина Харт от Наташи, которую я... Я вам показывала на нее распаковку, давайте оставлю вам, скорее всего, ссылку в описании, не подсказку, потому что подсказку я все равно забуду оставить. Ссылка в описании. У меня была большая распаковка посылки с кучей всякой классной носочной пряжи от магазина Мерина Харт. И в числе прочих там была вот такая вот носочная пряжа. Я не знаю, что это за пряжа, если бы я знала, что это за пряжа, но я не знаю, что это за пряжа, соответственно, это сток. Я выбирала чисто по цвету, мне очень нравится фиолетовый цвет, поэтому вот я взяла. И этот кейк, он на меня посмотрел, и, как вы понимаете, я не могла ему отказать, поэтому я его взяла с собой на работу и из него начала вязать носочки. Совершенно непонятно было, как будет выкладываться расцветка. Она выкладывается следующим образом. И знаете, что самое смешное? что здесь нет ни одной повторяющейся секции, точнее, не секции, здесь нет ни одного повторяющегося рапорта, здесь все рапорты разные. То есть, здесь я вот все ждала, когда же у меня какой-либо из какая-либо из секций, из отрезков начнет повторяться, но он не повторяется. То есть, у меня каждый раз идет какой-то разный узор. на самом деле это очень прикольно. Я прекрасно понимала изначально, что из стоковой пряжи у меня не получится два одинаковых носка. Во-первых, потому что здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, есть разрывы нити. То есть, это был не единый моток. Это было там то ли два, по-моему, то ли два, то ли три вот таких от мотоша. А я их, собственно, смотала в один кейк, поэтому я не помню, есть ли здесь разрывы или нет, по-моему, есть. Вот. И, но я никак не ожидала, что в этой расцветке просто нет повторяющихся рапортов. Но она мне так нравится. Я ее, когда начала вязать, я просто вяжу и кайфую от того, как мне нравится эта расцветка. Это просто что-то с чем-то. Я, мне словами даже не передать, вы можете видеть на экране, как она выкладывается. И, кстати, о птичках, про стадию, на которой у меня находится этот носок. Я его вяжу, как вы могли заметить, от резинки на 64 петлях. Это будет носок для женщины, женский носок. Вот. И у меня уже полностью вывязана пятка. То есть, я вчера начала вязать этот носочек. сегодня я на работе добила пятку. Пятка бумеранг, моя стандартная, клин-подъемный, 4 петли, ничего абсолютно нет нового. Но эта расцветка просто пушка, бомба, я не знаю, как ее назвать. Просто потрясающе. Посмотрите, какие классные цвета, как они клево выкладываются. Вот эти вот параллелограммы, это очень красиво, это так красиво. И вот этот вот узор, такой обрамленный белыми полосочками, мне так нравится. Просто я, наверное, я уже даже не помню, когда я последний раз так пищала от расцветки пряжи, я обычно на что-то ругаюсь, наоборот, что там где-то какие-то непрокрасы, еще что-то, а здесь мне настолько наплевать на всякие непрокрасы. Ну, я прекрасно понимаю, что они здесь могут быть, потому что это стоковая пряжа, но эта расцветка, я просто готова петь ей ода. Если я у Наташи еще увижу какую-нибудь такую расцветку, я обязательно себе ее в коллекцию прихвачу. Вот, собственно, это что касается моих носочных процессов. Давайте я вам покажу прогресс. У меня случился большой прогресс, скажем так, по топу шантай, но вам он сейчас будет незаметен. Очень странно я объясняю, конечно, но надеюсь, сейчас я когда вам расскажу, вы поймете. Во-первых, ну, вряд ли у меня его получится целиком поместить, но вот как-то так. Собственно, я вязала просто лицевую гладь от подрезов вниз, и в очередной день, я не помню, какой это был день, но что-то дня два назад, наверное, я решила померить, точнее, не померить, а открыть описание и посмотреть, какое количество сантиметров мне нужно провязать лицевой глади. И в описании сказано, что нужно провязать плюс-минус, ну, там, ориентироваться нужно на свою длину от плечевого шва. Плечевой шов у нас вот, где мы набирали петли для вязания переда. Вот они у нас идут плечевые швы, то есть от этих плечевых швов мне нужно было провязать вниз всего 41 сантиметр. И когда я открыла описание, вот это прочитала, решила померить свой топ и поняла, увидела, точнее, что у меня отвязано 40 сантиметров, то есть мне оставалось провязать всего лишь один сантиметр до момента, когда мне нужно будет разделять вязание на перед и спинку, потому что там дальше идут по бокам разрезы. И, собственно, все, я довязала этот сантиметр и сейчас длина вот этого, этой детали топа от плечевых швов до вот этой, до вот этого момента составляет 41 сантиметр и все, как все. Дальше мне нужно будет переснять петли, определенное количество петель переда на бросовую нить либо на дополнительную леску и продолжать вязать спинка первая вяжется поворотными рядами, потому что по бокам, как я уже сказала, будут разрезы. И потом мне предстоит обвязка пройм и горловины. Вот. Поэтому я решила с вами поделиться, пока я уже не ушла в какие-то... Пока я не связала готовый топ, хотя я не уверена, что это в ближайшие дни случится, потому что сейчас я вам скажу, что меня захватило целиком и полностью, а говорю я про свой новый процесс, конечно же, про свою паутинку, точнее, давайте так красиво бобинки положим, точнее, про свой бадлон Клауди по описанию от магазина Холливол. Сейчас я как-нибудь так поправлю, чтобы у меня петли не убежали, потому что очень тут все скользит. Не хотелось бы ничего потерять, и потом это все собирать непонятно как. Он сейчас находится на такой вот стадии, тут, конечно, закручивается, потому что здесь нет никакой обработки, это просто лицевая гладь, которую я вяжу по кругу, и мне нужно таких рядов провязать 60, я не знаю, сколько здесь, я не считала, но я от этого процесса просто не могу оторваться. Во-первых, на ощупь это просто нежнейший котенок. У него уже очень классный пух. По образцу было, конечно, непонятно вся мягкость полотна, но это просто это пузико котенка. Я не могу перестать ее трогать, когда вяжешь это полотно, это так приятно, оно такое мягкое. Этот люрекс, он вообще никак не колется, и вот эти я не могу мне так нравятся эти шишибрики. Посмотрите просто, как они классно ложатся в это полотно. Ну, это вообще, это что-то потрясающее. Я вот так не кайфовала от процесса вязания какого-то изделия уже очень-очень давно. Я даже не помню, кайфовала ли я когда-нибудь так, когда что-то вязала, но вот сейчас я реально кайфую, потому что это просто какое-то невероятно потрясающее нечто, и я просто, у меня не хватает слов, чтобы описать свое восхечение этим процессом. Я очень-очень-очень счастлива, что я начала его вязать. Вот, поэтому я вечером сажусь, смотрим какой-нибудь сериал, и я вяжу этот процесс, и просто кайфую. Я его сейчас наглаживаю, потому что он очень мягкий, просто я в восторге от этой пряжи, от этого процесса. Аня, если вы смотрите это видео, еще раз огромное вам спасибо за этот невероятно классный подарок. Я уверена, что это изделие просто по своей мягкости оно превзойдет все мои ожидания. Вот, и пока что я просто вяжу, посчитаю, сколько здесь у меня связано, соответственно, буду продолжать вязать. Сама конструкция, там идет реглан, поэтому, я думаю, каких-то сложностей у меня с этим описанием не должно возникнуть. Вот, на сегодняшний день это все новости, которые я вам хотела сообщить, я так что-то быстро проболтала вам, потому что очень плохой свет, и вот эти вот тени, как бы, да, и плохо видно, если честно, но очень хотелось с вами на сегодня этим поделиться, чтобы не откладывать все эти мои какие-то новости в долгий ящик, чтобы потом не снимать огромные длинные куски, а вот так вот дозированно что-то вам хотелось рассказать, тем более я считаю новости достойны того, чтобы сегодня вам рассказать. Ну и все, собственно, я отключаюсь до следующего включения. Ну что ж, чтобы как-то подвести итоги этой недели, у меня здесь с правой стороны от меня находится стеллаж, на который я сложила очень много всяких вещей, моточков, которые я хочу сейчас вам показать, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить, поэтому я периодически буду поглядывать туда, что-то оттуда забирать, что-то вам показывать, и надеюсь, я ничего не забуду, поскольку на этой неделе мы с вами активно разговаривали про мои носочные процессы, а именно у меня случилась, ну я считаю, ее большой готовой работой, это мои гольфы из пряжи Lens to North, опять забыла, как она называется, подпишу вам на экране, это стандартная носочная пряжа, у нее стандартный состав, стандартный метраж, стандартная четырех нитка, и вы уже видели, как эти гольфы выглядят на мне, но я же вам говорила, что я хочу Total Look, а именно гольфы и бактус, шапку и перчатки, именно гольфы у меня вот из такой же, из такой полосатой пряжи, из такой же пряжи, я хочу себе что-то на шейное, ну, либо бактус, либо шарф, я еще, если честно, не определилась, даже с моделью, хотя пряжа у меня лежит для этих целей, вот, а сейчас я бы хотела с вами поговорить про шапку, с моделью я, в принципе, определилась, я хочу, чтобы это была двойная бинни, от макушки до макушки хочу ее вязать, я уже нашла на YouTube подходящий мастер-класс, пока не буду вам ничего про него говорить, как только свяжу, и если у меня все будет хорошо, и не возникнет никаких вопросов, я вам оставлю на него ссылку, а я вам в одном из блогов показывала вот такую пряжу, это лана гатта макси софт, вот такого красивого сиреневого лавандового цвета, это номер цвета 10-180, по составу это у нас стопроцентный меринос, а по метражу это у нас 50 грамм 90 метров, ну, такая, знаете, стандартный вариант на всякого рода аксессуары, такие, как шапки, шарфики, какие-то манишки, стопроцентный меринос, пухленький, беспроигрышный вариант, единственное, мне теперь кажется, что он у меня не подходит по цвету к моим гольфам, потому что в гольфах вот этот фиолетовый цвет, он идет все-таки более фиолетовый, то есть они темные, а шапка у меня получается вот такая светлая, и я теперь не знаю, что мне делать, у меня как-то, наверное, вот этот вот непрокрашенный участок, который был намотан на внешнюю часть мотка, как-то сбил с пути истинного, и я почему-то подумала, что вот эта пряжа подойдет, но справедливости ради, вот к этому цвету она подходит, и если бы все вот эти вот фиолетовые части были вот такого цвета, то эта шапка, точнее, эта пряжа для шапки подошла бы, как нельзя лучше, но поскольку здесь все-таки цвет более темный, я бы не хотела, чтобы у меня была такая разница, поскольку это уже как бы будет не тотал лук, и вместе, мне кажется, они не очень хорошо будут друг другом смотреться, надо что-то потемнее, а из чего-то потемнее, я вам тоже уже показывала в одном из влогов, сравнивала вот эту пряжу Лейнс Де Норд с пряжей Дропс Альпака, я уже подумала, может быть, связать из нее, но вот сейчас я смотрю на экран, и она тоже не подходит по цвету вот к этому фиолетовому оттенку, потому что она все-таки какая-то более в сирень уходит, а вот этот, ну, он прям фиолетовый, темный, то есть вот прям видно, какая у них разница. Есть еще один вариант, это мой ягненок, да, не забыла состав, это мой ягненок 80, не 80, 65% шерсть ягненка, 35% нейлон, здесь у меня 100 грамм, это пряжа из магазина Диол, и я ее покупала, ну, чисто на пробу, но, как мы видим, она тоже больше по цвету, вот, похоже на, наверное, Drops альпака, альпака, она даже чуть потемнее как-то выглядит, но вот к этому фиолетовому они все равно не подходят, у меня просто в мозгах какой-то ступор, я не понимаю, из чего мне вязать шапку, мне ее уже вот-вот надо носить, а я еще никак не могу определиться с пряжей, из которой ее вязать, я почему-то была уверена, что у Лейнс Ду Норд в их ой, альпака упала, ничего страшного, в их разнообразии пряжи найдется какой-нибудь цвет, который будет таким же, как вот этот фиолетовый, но я не могу его найти, его там тупо нет, у них причем есть куча классных артикулов, но, блин, почему там нет такого цвета, я просто не понимаю, в общем, я продолжаю свои поиски, если вы вдруг где-то видели недавно или давно пряжу, которая подойдет по цвету вот к этому фиолетовому цвету, напишите мне ее название в комментарии, потому что у меня просто какой-то ступор и я не могу понять, из чего мне вязать свою шапку, вот, ну, как я уже говорила, вот, из этого, из этой бобинки, из этой пряжи я хочу вязать митинги фьорды по описанию катеринга, которая вот недавно у нее вышла, но, как бы, я пока еще не приобрела даже это описание, потому что я чем-то каким-то другим процессом постоянно занимаюсь и не могу никак себе на осень связать то, что мне в первую очередь необходимо, и поэтому на следующей неделе я как раз таки и хочу заняться вот этими всеми своими вопросиками, как минимум найти пряжу, из которой я буду вязать шапку, заказать ее, чтобы она мне плюс-минус на неделе успела прийти и, может быть, даже к выходным я бы начала уже вязать эту шапку, потому что сейчас у нас на улице, кстати, больше 20 градусов, на следующей неделе даже 24 обещают в понедельник, но уже через неделю температура не будет подниматься выше 20 градусов, и я думаю, что все-таки в скором времени шапка-то мне пригодится, потому что гольфы я уже готова носить. Так, это что касается моих гольфов. Давайте теперь поговорим про носочки, которые я вам показывала, что я начала вязать носки в подарок на Новый год из стоковой носочной пряжи из магазина Мерина Харк, и что я вам хочу показать? А я вам хочу показать готовый носочек. И знаете, просто поставьте сейчас видео на паузу и напишите в комментарии, с чем у вас ассоциируется этот носок, потому что у меня уже готово для этих носков, второго еще нет, но у меня уже готово для них название. И я вам сейчас ставлю на экран картинку, логотип, которым я была вдохновлена, когда довязала этот носок и поняла, на что он похож. Вставляю, и соответственно название для этих носков будет Дикие ягоды. Я не знаю, почему, я когда довязала этот носок, у меня было четкое ощущение, что это расцветки вайлдберрис. Вот, поэтому получились такие носочки вайлдберрис. Мне кажется, это очень прикольно, очень такие они стильные получились. Единственное, вы можете видеть, что он корявый, у него еще вот это вот все кривое, пятка закручивается, мысок весь вот такой корявый, потому что он не постиран и не заблокирован, потому что у меня сейчас нет нужного размера блокатора, для этого носка это маленький размер, у меня нет таких размеров, мне нужно будет приобрести блокатор, и уже только после этого я его смогу постирать, уже будет готов и второй носочек, который находится на сейчас вам покажу в какой стадии, на самом деле на небольшой стадии он находится, вот не такой, я здесь только вывезла, ой, упал моточек, вывезла резинку и вот сейчас вяжу паклинок, единственное, конечно же, они получаются разные, вот мы можем видеть, что у них разные начала и дальше идёт разные секции, я ещё раз повторюсь, я не рассчитывала и не надеялась даже, что у меня получится из этой пряжи одинаковые носки, потому что это сток, и я говорила, что там есть разрывы, и вот он разрыв у меня получается, вот на этой как раз-таки тёмной секции, вот в этом месте у меня был обрыв нити, и дальше у меня пошёл вот этот вот голубой цвет, но меня это вообще ничего не смущает, потому что в этом носке есть секции, которые, то есть вот идёт тёмный цвет, а потом идёт голубой, и здесь у меня получается то же самое, вот, поэтому я не расстроилась, конечно же, меня это не смущает, я продолжаю вязать свой носочек, он очень классно выглядит, мне безумно нравится эта расцветка, ещё раз повторюсь, что я очень давно не была так довольна расцветкой, как при вязании этих носков, они получились такие классные, что я бы оставила себе, но, к сожалению, это не мой размерчик, но если у меня что-то останется, а я думаю, у меня останется достаточно большой остаток от этой пряжи, подниму всё-таки кейк, вот, он сейчас выглядит так, он немножко разболтался, но здесь ещё такое достаточно весомое количество пряжи, я думаю, либо на укороченные носки, либо на носки методом келекс у меня этого количества точно хватит, вот, это что касается моих носков под кодовым названием дикие ягоды, ну, очень красивые цвета, просто, посмотрите, как они обалденно выглядят в камере, в прошлый раз у нас был с вами плохой свет, когда я вам показываю этот носок, а сейчас можете в полной мере насладиться его красотой, давайте поближе вам ещё покажу, ну, просто, посмотрите, какой классный, обалденно, я просто супер довольна этим носком, этой пряжей, и давайте перейдём ещё к одним моим носочкам, поставим, я вам говорила, что я начала вязать гольфы из пряжи Drops Fable, которая в таком виде находится, они сейчас у меня сняты со спиц, но это не пугайтесь, я их не буду распускать, я их просто сняла со спиц, потому что мне нужны были спицы 23 см чагу для вязания вот этих фиолетовых носочков, поэтому с этих я сняла, потому что я находилась на работе, а мне нужно было сравнить вот это, вот этот носочек со своими гольфами из Lanes дунор, чтобы понять, сколько мне еще нужно вязать стопы до момента начала прибавок на клин подъема, потому что я вяжу от мыска, а если вы помните, у меня с этими гольфами были очень большие проблемы с вязанием стопы, я ее раза 4, наверное, или 5 перевязывала, потому что я не могла попасть в размер, у меня они были то супер большие, то супер маленькие и я хочу вывести какую-то идеальную формулу, сколько мне сантиметров вязать до начала прибавок на клин подъем и формирование собственно пятки, вот, поэтому я их временно сняла со спиц, но результат, который сейчас у меня есть, мне вообще супер нравится, это такие потрясающие цвета, и я ни разу не пожалела, что я выбрала именно эту расцветку, но я там уже засматриваюсь на другие, потому что пряжа классная, она, конечно, по своей толщине не всегда равномерная, где-то есть там прям пухленькие ниточки, где-то пухлые, то есть отрезки, где-то прям тоненькие, ну вот, допустим, смотрите, вот здесь вот эта ниточка прям такая тонюсенькая, пухлая, а вот эта пухлая, ну, меня это не смущает, мне пряжа нравится, работать с ней приятно, она такая шерстистая, чуть-чуть покалывает, что про них еще сказать, все мне нравится, все устраивает, вот так выглядит, продолжаю вязать, как только довяжу фиолетовый носок, продолжу вязать вот эти гольфы своим фиолетовым на смену, и все, буду радоваться жизни, так, я вам еще хотела показать один новый моточек, такая совсем небольшая покупочка, я очень давно хотела попробовать эту пряжу, и кучу просто хороших отзывов про нее слышала, что у нее очень экономичный расход, что она очень приятная на ощупь, классное вязание, и т.д. и т.п. Говорю я про пряжу от Шахенмайер, которая называется Alva Silk, у меня всего лишь один моточек этой пряжи, и почему-то именно из нее я захотела связать шарфик Софи, если вы вдруг не знаете как он выглядит, я вам вставлю на экран фотографию, это описание иностранной пяти нит, там вообще ничего абсолютно сложного нет, справится даже самый начинающий новичок, который никогда в жизни не держал в руках спицы, поэтому если хотите с чего-то начать свой путь в спицах, почему бы нет, отличный вариант, вяжется полуточной вязкой, совершенно абсолютно ничего сложного в этом нет. У меня я выбрала такой красивый цвет, он называется графит, но на самом деле не совсем он похож на графит, такой серый меланж, номер цвета, скажу, 92 цвет, по характеристикам, это это у нас 50 граммовый моточек, 50 грамм 230 метров, а в составе здесь 50% шерсть, 25% шелк, судя по всему буретный, потому что мы здесь наблюдаем огромное количество вот этих вот буретных катышек, буретинок, и 25% хлопка, на ощупь это очень приятная ниточка, за счет содержания шерсти в составе он будет бреть, ну и он не настолько будет парить, поскольку в составе присутствует еще 50% хлопка с шелком, вот, поэтому такое вот у меня малюсенькое приобретение на этой неделе случилось, ну помимо той потрясающей бобинки, которую я вам показывала в предыдущих подключениях, вот такие у меня итоги. Если честно, вот этот шарфик, он настолько быстро и легко вяжется, что я вот его хочу начать прямо чуть ли не сейчас, потому 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 что как бы сейчас я утром выхожу, когда я еще такой как бы основной шарф не повязываю, поскольку днем все-таки у нас сейчас жарковато, что даже в футболки можно ходить, а утром, когда выходишь на работу, вот что-то на шею уже хочется повязать, и я думаю, вот этот шарфик из этой пряжи, он придется как нельзя кстати, поэтому скорее всего на следующей неделе я сто процентов его начну, может быть, начну уже завтра, кто мне запретит завтра начать вязать шарфик сапи, я думаю, что я его там буквально за два вечера, если я ему работу с собой возьму, я, может, его и за понедельник и на работе и свяжу, вот, хватит тыкать этим мотком в экран, собственно, все, на этом все мои вязальные и пряжино-покупочные новости заканчиваются, вам судить о том, продуктивно ли было это неделя, я считаю, да, потому что у меня вяжется мой топ шанталь, я вам его сейчас не принесла, но я вам на словах скажу, что я отделила перед от спинки и начала вязать спинку поворотными рядами, мне нужно провязать 15 сантиметров вот это вот от разделения и, собственно, потом переходить на вязание переда. Свитер я пока не трогала, потому что что-то он немножко застопорился, там такое монотонное вязание, немножко от него подустало, и чуть-чуть он у меня пока лежит отдыхает. Вот, что у меня еще вяжется? Ну, вот, получается, две пары носочков у меня вяжутся, и все. А, что, значит, все, я вяжу свою паутинку, свой 13 сантиметров, 13 сантиметров провязано, и сейчас мне нужно будет там развесить маркеры и пересчитать количество петель на реглан, потому что я уже говорила, что я не попала в плотность, поэтому мне приходится там немножко пересчитывать все эти моменты, вот, поэтому мне нужно выделить какое-то количество времени, чтобы нарисовать схему реглана, и по ней уже начинать ввязывать росток. Собственно, вот, это все, это все мои итоги моей вязальной недели, пишите в комментарии, как вам мои покупки, есть ли у вас варианты, из чего мне связать шапку к моим потрясающим классным гольфам, вообще, как вам мои гольфы, как вам показалось, хорошо они на меня смотрятся, нехорошо они на меня смотрятся, захотели ли вы себе тоже связать какие-нибудь гольфы, и, конечно же, давайте с вами поболтаем в моем телеграм-канале, делитесь своими процессами, готовыми работами, покупками, мне очень интересно всегда за всем этим наблюдать, и еще раз огромное всем спасибо, что досмотрели это видео до конца, спасибо, что остаетесь со мной, огромное спасибо новым людям, которые приходят на канал, потому что за последнюю неделю достаточное количество человек новых пришло на мой канал, поэтому всем огромный привет, огромное спасибо, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте им лайк, подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны, но возвращайтесь к моим видео снова и снова, подписывайтесь на другие мои площадки, на ДВН, ВК, все ссылки на мои соцсети, контактные данные, какие-либо упоминания о описаниях, которые, про которые я рассказывала во влоге, про пряжу, инструменты, все это вы найдете по ссылкам в описании под видео, а на этом у меня все, я буду с вами прощаться, до встречи в следующих видео, всех очень крепко обнимаю, пока!